Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я студентка первого курса Академии управления городской средой, городостроительства и печати. Я хочу представить вам проект «Дневник провинциалов в Петербурге». Сегодня я вас познакомлю с жизнью в Санкт-Петербурге одного из знаменитых писателей-сатириков XIX века Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Вначале я хочу рассказать о самом писателе Граца. Михаил Евграфович Салтыкова-Щедрин – один из знаменитых писателей XIX века. Писатель проявил себя во многих жанрах литературы, таких как романы, повести, рассказы и сказки и другие. В своих произведениях писатель поднимал проблемы нравственности и морали общества того времени. Как же Михаил Евграфович попадает в Санкт-Петербург? Десять лет отрывом он поступил в Московский дворянский институт, а два года спустя был переведен как один из лучших учеников в Царскосейский лицей. Там начинается его литературный путь. Он пристрестился к чтению журнала, а также по его собственному признанию, на него преимущественно влияли и Сарион Белинский, новатор русской литературы, а также основатель теории реализма, и журнал «Отечественные записки». В 1844 году Михаил Евграфович оканчивает Царскосейский лицей. В начале 1845 года, накануне окончания лицея, Михаил Евграфович останавливался в так называемых волконских номерах дешевой гостиницы, в которой останавливался в свое время известный музыкант Михаил Иванович Глинка. Во время Великой Отечественной войны, к сожалению, здание было полностью разрушено. Через некоторое время там возвели дом Ленинградской торговли, а улица стала называться Большой Конюшиной. Затем в том же году Салтыков перебирается к своему брату Дмитрию. В 40-х годах Михаила Салтыкова и Михаила Бутышевича Петрушевского тесно объединил общий круг общения, организация «Петрушевцы», во главе которой состоял сам Петрушевский. Участников были самые различные взгляды, от либеральных до контрреволюционных. Несмотря на значительную численность, общество оставалось клубом, где обсуждались литературно-философские вопросы. Многие места Михаил Графович очень любил упоминать в своих произведениях. Так, в книге «Дневник провинциала в Петербурге» действие одного из эпизодов разыгрывается в такой романтической живописной обстановке. Было около часу ночи, и Донановский сад был погружен во тьму. Но киоски ярко светились, и в них громко картавили молодые служители Марса, извинились женские голоса. Лакеи татары, как тени, бесшумно сновали взад и вперед, по дорожкам. Нагибин остановился на минуту на балконе ресторана и сдвину вперед сказал, совершенно как в тысяче и одной ночи. Не правда ли? Я пришел пообразить по дорожкам, и потому не присутствовал в процессе заказа ужина. До слуха моего долетали эквелес а-ля бордолес, да перчику, перчику, что к меру. Блюдо под названием эквелес а-ля бордолес Салтыков вспоминает не просто так. Данное блюдо присутствовало в меню, которое здесь у Донана устроили друзья Михаила Евграфовича по случаю 35-летия отъезда в Святскую ссылку. В середине 1845 года Михаил Евграфович перебирается в дом номер 8 по Большой Конюшине. Здесь им была написана судьбоносная повесть «Запутанное дело», за которую писатель был отправлен в ссылку с ночи 21 на 22 апреля. Перед история этого события. В марте журнал «Отечественные записки» публикует новую повесть молодого писателя «Запутанное дело», вскоре привлекшую комиссию по цензуре. Салтыкова задерживают в середине апреля. Его отвозят на гаут в акту. Молодой писатель содержится там. По распоряжению Николая Первого. После недели, проведенной под арестом на гаут в акте, Салтыкова высылают пятку. На слайде вы видите иллюстрацию этого приезда. В этот период для Михаила Евграфовича происходит череда важных событий в его жизни. В 1849 году началось следствие по делу участников клуба Петрашевца, а в 1851 году умирает отец писателя. В это время Михаил Евграфович также встречает и влюбляется в свою будущую жену, Лизоньку Болтину. Они встретились в доме непосредственного начальника Михаила Евграфовича, местного вице-губернатора. На момент встречи Михаилу Евграфовичу было 26 лет, а Лизе всего 12. Салтыков щедрин вспоминал об этой встрече. «Та была первая свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца». Михаил Евграфович сделал предложение Лизе, когда той исполнилось 14 лет, что не обрадовало родителей с обеих сторон. Отец невесты попросил несколько лет на раздумье. И когда лишь Елизавете Аполлоновне исполнилось 16, молодые поженились. В сентябре в Вятку приехал генерал-адъютант Петр Ланской, твоюродный брат министра внутренних дел Сергея Ланского, женой Натальи Гончаровой Пушкина. Их портреты вы видите на слайде. Им представили Салтыкова-Щедрина как талантливого человека и бывшего лицеиста, который, подобно Пушкину, испытал в себе немилость императора. Вскоре Ланской написал брату официальное письмо, в котором просил исходотайствовать Салтыкову-Щедрину «Всемилостившее прощение». 12 ноября министр внутренних дел доложил описателю императору Александру II. И тот приказал дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает. В начале 1856 года Салтыков-Щедрин возвращается в столицу. Салтыков снова появляется в алконских номерах. В феврале для Салтыкова происходят два значимых для него события. Знакомство с Тургеневым и возвращение на службу в Министерство внутренних дел. 6 июня происходит бракосочетание с Елизаветой Аполлоновной Болтиной. Ее портрет вы видите на слайде. Это происходит в Москве. Родственники Салтыкова на венчание не приехали, а на свадьбе был всего лишь один из братьев. Через год после свадьбы мать писателя писала другому своему сыну Дмитрию. Да что делать ныне матери в отставке? Другой, только дай, а далее знать не хотим. Калежский советник с голой барыней своей. Вот ворон-то залетела в барские хоромы. До работы, пиши статьи, добывай деньги ради барыни. Летом 1857 года на Галерную приезжает в гости Николай Александрович Некрасов, редактор журнала «Современника», чтобы предложить Михаилу Графовичу дать какое-либо произведение в его журнал. В доме на Галерной Салтыков написал статью «Стихотворение Кольцова», за которой поднял вопросы, выходившие далеко за рамки анализа стихов поэта. Он писал, «Произведение своих Кольцов является выразителем исключительно народных инстинктов истреблений. Он обогатил поэтический язык, узаконив в нем простую русскую речь, и в этом смысле он является в истории нашей литературы как бы пополнителем Пушкина и Гоголя, и, несмотря на свою малую производительность, должен был поставлен рядом с ними, как человек, давший нашей поэзии новую и чрезвычайно плодотворную точку опоры». Эстетические взгляды писателя, выраженные в этой программной статье, получили новое воплощение в произведении «Губенские очерки», завершенных в доме на Галерной. На титульном листе первого отдельного издания было напечатано «Губенские очерки» и записок от станового надворного советника «Щедрина». Отныне «Щедрин» навсегда становится псевдонимом писателя. Почему же «Щедрин»? Фамилия «Щедрин» была псевдонимом писателя. Он печатал свое произведение под именем надворного советника Николая «Щедрина». В одной из версий взять такой псевдоним предложила жена писателя, поскольку в своих произведениях он был очень щедрен на всякого рода сарказма. По другой, он повзаимствовал этот псевдоним у кого-то из знакомых. Именно книга «Губенские очерки» сделала имя писателя широко известным. Высокую оценку этому произведению сразу же дал Николай Гаврилович Чернышевский. Он писал, что «Губенскими очерками долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя». Салтыков встречался со своими друзьями и быстро заводил новые знакомства. Часто встречался со многими писателями, артистами, художниками. Салтыков посещал его лицейский товарищ Алексей Унковский. В 1858 году Салтыковщий Дрин снова отправляется на службу в Рязань. В период с 1858 по 1860 Михаил Играфович служит в Рязани, а затем в Твери. В 1861 году Михаил Играфович заезжает в городстве к Доборовлевову, а также бывает в гостях у Некрасова. В квартире Некрасова находилась редакция журналов современника отечественной записки. В 50-е и 60-е годы этот дом был своеобразной ареной культурной и литературной жизни общества. Здесь работали Чернышевский, Добролюбов, и сюда приносили свои произведения Толстой, Тургенев, Гончаров и другие. История этих комнат есть история литературных отношений целой эпохи. История русской журналистики подмечал современник Некрасова Павел Гальдобуров. По воспоминаниям семьи Салтыкова-Щедрина, Михаил Играфович, восторгаясь талантом Некрасова, не очень-то его и жаловал. Причиной этому было пристрастие поэта к игре в карты. Причем у Некрасова игра велась азартная. К нему шел на огонек кто хотел. И понятно, что среди гостей встречались люди с довольно сомнительной репутацией, вследствие чего на квартире Некрасова нередко происходили очень прискорбленные сцены, издопускавшиеся некоторыми из игроков нечестных приемов. Весной у Салтыкова не выходит добиться разрешения издавать журнал «Русская правда». Но писатель на этом не останавливался. В это время писал он очень много. Свои произведения он издает в самых разных журналах, кроме «Русского вестника». Он издавался в «Оттенее», «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Московском вестнике», но почти исключительно в «Современнике». Из написанного им между 1858 и 1862 годами становилось два сборника «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». Зимой 1862 года открылся книжный магазин с общедоступной библиотекой читаний Николая Александровича Сельяновича. В магазине находились конторы редакции журналов «Современник», «Русское слово» и других изданий. Здание редакции вы видите на слайде. По наставлениям Некраса, который на тот момент руководил журналом «Современник», Михаил Евграфович стал редактором. Каждый месяц Салтыковщий Дринк выпускал обозрение «Наша общественная жизнь». Это были очерки о характере русской общественной жизни в ее величеством и неторопливом стремлении к идеалу. Но через два года он покинул редакцию из-за внутренних разногласий и вернулся на государственную службу. Летом 1868 года Михаил Евграфович выдает в отставку. По возвращению Салтыковща и Дринава в столицу он посещает своего давнего друга Алексея Михайловича Унковского. На протяжении многих лет жизни этих двух незаурядных людей связывали приятельские отношения. Их знакомство началось в 40-е годы в Петербурге в Царско-сельском лицее. Позднее оно переросло в дружбу. После окончания юридического факультета Московского университета Унковский служил в Твери. В 70-е и 80-е годы Унковский и Салтыков живут в Петербурге. В октябре продолжается их дружеское общение. Салтыковщий Дрин часто бывал в доме Унковского, где читал свои новые произведения. Писатель ценил мнение своего друга и прислушался к его критическим замечаниям. Салтыков приходил к Унковскому в самые трудные минуты, когда его душевное состояние почему-нибудь доходило до крайнего напряжения, вспоминал Пантелеев. Унковский оставил воспоминания о Салтыкове Чедрене. С молоду был он человек очень веселый, юмор его был поразителен, работал же он изумительно скоро. Я сам видел своими глазами, как велик был его труд при участии в современнике и отечественных записках. Между тем он успевал бывать и в обществе, интересуясь всеми явлениями общественной жизни, без всякого исключения. В этот период Салтыковщий Дрин проживает с семьей в доходном доме Страхова, который находился по улице Фуштадская, 41. В 2000 году Михаил Украфович начал по частям печатать историю одного города. Это произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического искусства. В романе автор в ироничном тоне описал жизнь в вымышленном городе Глупове, а также высмеивал деятельность градоначальников и его приближенных, которые в разное время там правили. Прототипами некоторых персонажей стали такие императоры, как Петр Первый, Петр Третий, Александр Первый и другие, а также некоторые государственные деятели, такие как Михаил Спиранский и граф Алексей Аракчеев. С 1868 по 1869 годы в естественных записках печатаются самые знаменитые очерки и рассказы писателя, такие как «Письма о провинции», «Призраки времени» и «Помпадуры-помпадуши». Произведение Щедрина 60-х-80-х годов дает богатый материал для характеристики Петербурга этих десятилетий. В именике провинциала в Петербурге и в благонамеренных речах Салтыков Щедрин острыми сатирическими образами рисует страшные фигуры петербургских предпринимателей, отмечая в них полное отсутствие человеческих черт. Быстрым, упругим шагом Салтыков Щедрин исходил весь Петербург, а зорким, проникающим в самую суть глазом художника подмечал все, даже мельчайшие изменения в облике города. Архитектура в романах Щедрина «Петербург многолик, многогранен, динамичен». Писатель изучал его в течение всей своей творческой жизни и создал энциклопедию города, его общественной культурной жизни. Он любил засвимые, заснеженные, похожие на поля площади и скромные улицы переулки с небольшими деревянными и каменными, а затем и более крупными доходными домами, колоритные дворы на петербургской стороне, в колонне и на песках. Салтыков Щедрин любит указывать точные адреса своих героев. Вот, например, Алексей Степанович Молчалин из «Господа Молчалины». Живет в районе Пески, на 4-й улице. Район Песков писателю был знаком. Сам он жил там в 1874 году, на 2-й улице, 3-м этаже, 3-го дома. Здесь я хочу рассказать о семейной жизни Михаила Евграфовича. Отношения Щедрин с женой на протяжении их совместной жизни становились напряженными. Сказывалась разница характера. Михаил прямой, вспыльчивый, в доме его боялись. Елизавета же, наоборот, мягкая, терпеливая, неопримененная знаниями наук. Салтыкову не нравились ни естественности, ни кокетства жены. Он называл идеалы супруги не весьма требовательными. Но всю жизнь писатель был ей верен. Первые дети у них появились лишь спустя 16 лет брака. Но Михаил Евграфович стал им очень заботливым отцом. Историки вспоминают такой интересный факт о семейной жизни Салтыкова Щедрина. Салтыков Щедрин, отправивший в сочинение школьному учителю своих детей, получил за него тройку. Современное образование возмущало писателя. Он говорил, ну вот что могут городские дети написать в сочинении о пустыне и море? Они ж ни чертань, кроме Усть-Иневы, не видели. И ведь задают же. Писатель часто также посещал Александрийский театр со своей семьей. Про один такой поход вспоминает сын Сентякова Щедрина Константин. В переписке его отца с Островским драматург просит Салтыкова посмотреть новую комедию «Таланты и поклонники», имеющую в то время большой успех на сцене Петербургского Александрийского театра, и сообщить ему об этой комедии свое мнение. Михаил Евграфович отправился со своим сыном на данную комедию. Первое действие они прослушали спокойно, и писателю оно понравилось. Но затем дело испортилось. Хотя сидели в одном из рядов кресел и портера, ничем не отличаясь от остальных зрителей, все же папа был узнан, и весть о том, что Щедрин в театре, облетела ей зрительный зал. Публика насторожилась. Зрители верхних и русов, студенты-курсистки, особенно оценившие произведения сатирика, валом повалились вниз. Коридоры переполнились лицами, желавшими видеть любимого писателя. Вспоминает Константин. Близким другом писателя, кроме Уковского, был знаменитый врач Сергей Петрович Боткин, выдающийся терапевт. Салтыков Щедрин с женой часто посещали его музыкальные вечера. Боткин был настоящим магнитом для творческих людей. Его посещали многие выдающиеся действия русского общества, такие как Лев Толстой, Федор Достоевский, Николай Некрасов и другие. На декабре 1874 года умирает Ольга Михайловна Салтыкова, девичья фамилия Забелина, мать писателя. Время поездки на похороны Салтыков простудился и заболел тяжелым суставным ревматизмом. По возвращению в Петербург в 1875 году доктор Белоголовый направляет Салтыкова для лечения за границу. И на несколько лет Михаил Евграфович уезжает за границу на лечение. В 1877 году писатель возвращается. Самый блистательный и самый героический период жизни великого писателя связан с последней квартирой Салтыкова-Щедрина с домом 60 по Лизейному проспекту. Салтыков жил здесь в квартире номер 4. Квартира-Щедрина состояла из 9 комнат. Шел он главным образом в кабинете, отличавшийся, по словам Сергея Николаевича Клиенко, русского публициста, замечательной простотой. Он вспоминал, что Салтыкову надо было подниматься на верхний третий этаж. Из небольшой было темный передний двое. Кроме входных, двери вели внутрь квартиры, на левом залу. Довольно большую комнату с тремя окнами на улицу и прямо в кабинет. Кабинет свидетельствовал, что хозяин его требует от своей рабочей комнаты, чтобы она была теплой, поместительной и удобной. А дочь лучшего друга Михаила Графчуковского вспоминал, «Как сейчас вижу я квартиру Салтыковых в доме Красовским. И большая прихожая. На левом кабинет Михаила Графча с большим письменным столом и зеленой мебелью. Прямо столовая. Мрачная комната с одним окном во двор. И столовой. Одна дверь налево вела в гостиную. Большую комнату с мебелью, обитой синим шелком. А другая дверь направо. В узкий длинный коридор, с левой стороны которого тянула стена. А справа дверь в спальню Салтыковых. В две детские ванну. И в конце коридора кухни, где жила кухарка Чуконка Минна, говорящая на ломаном русском языке, у этой Минны была всегда еще помощница, прислуга. В декабре 1877 года умирает Некрасов. Салтыков-Щедрин считал, что все литераторы схожих взглядов должны покояться на Волковском кладбище. Здесь были похоронены писатели Александр Радич, Исарион Белинский, Николай Добролюбов и Иван Тургенев. Поэтому в 1878 году он рассердился, когда Николай Некрасов, согласно завещанию, был погребен на кладбище Петербургского Новодевичьего монастыря, а не на Волковском со своими. В марте министр внутренних дел утвердил Салтыкова редактором отечественных записок. В квартире на Литейном происходили иногда собрания редакции, а также после смерти Некрасова редакция меняла свое место пребывания. В 80-е годы в условиях ужесточения цензуры Салтыков-Щедрин предложил высоко отнести знамя революционного демократа. В феврале происходит первое, фактически второе предостережение – отечественных записков. Сотрудникам отечественных записок предъявляют аресты и другие меры наказания. В этот период в творчестве Михаила Графовича Салтыкова-Щедрина более громко звучат мысли и рассуждения об отмене крепостного права. С 1885 по 1880 год он работает над романом «Господа Головлёва». В произведении можно выделить две основные темы – жизнь накануне отмены крепостного права и после этого события. В данном романе автор говорит о вечной моральной проблеме – физического и духовного разрушения человека. Неслучайно к произведению Салтыкова-Щедрина обращались деятели кино и театра. Были созданы такие произведения, как фильм «Молодушка Головлёв». Он встал в один ряд с постановками классики в советском и российском кинетокриве. А драматургия писателя присутствует в репертуаре многих драматических театров. 20 апреля 1884 года отечественные записки были закрыты. Закрытие отечественных записок трагическим образом повлияло на здоровье писателя. В 1885 году Салтыков-Щедрин последний раз ездит за границу на лечение. Вернушись в Петербург, здоровье писателя трагически пошатнулось. Петербург, каким он изображал в последних созданиях великого писателя, еще более страшен, чем Петербург в современной идиле и писем к тетеньке. Да, в городе хозяйничают негодяи, властители современности, вроде газетчика Подхалимова. Он более страшен потому, что читатели увидели в нем людей, смирившихся перед людьми, подчинившихся жестокому обращению, поставивших на место идеалов мелкие интересы, такие как деньги и статус в обществе. Утром 27 апреля 1889 года, когда Салтыков-Щедрин, как обычно, сидел за письменным столом и писал, что с ним случился удар. Жизнь, полная непрерывного труда и борьбы, завершилась смертью, с пером в руке. 28 апреля в 3 часа 20 минут великий писатель скончался. Весть о его смерти сколохнула весь Питер. Только квартиры не лисейном проспекте, но и лестницы, и даже часть улицы были загружены людьми, всякого звания и состояния. Многие почти сам стояли у его гроба, вспоминал слух Михаила Графовича Константин. Огромная толпа провожала гроб с телом писателя. Михаил Графович Салтыков-Щедрин был похоронен на литераторских мазках Волкового кладбища, недалеко от могилы Тургенева. В могиле установлен бюст работы скульптора Бенштама, на петер подпись Михаил Графович Салтыков-Щедрин. Родился 15 января 1826 года, умер 28 апреля 1889 года. Заключение хочу сказать, что Михаил Графович Салтыков-Щедрин прожил в Петербурге 35 лет с перерывами, связанными со службой в пройду. Заключение хочу сказать, что Михаил Графович Салтыков-Щедрин прожил в Петербурге 35 лет с перерывами, связанными со службой в провинции. Это истинно петербургский писатель, ведь едва ли не все его книги, созданные в городе Наневе, о котором он сказал гораздо больше иных здешних литераторов. Петербург Салтыков-Щедрина – понятие столь же весомое, как и Петербург Пушкина, Некрасова, Достоевского. Однако в любимом городе писателя нет на данный момент ни его музея, ни памятника, ни улицы. И только мемориальная доска на фасаде номер 6 по Литейному проспекту напоминает, в этом доме с 1876 года жил и умер Михаил Графович Салтыков-Щедрин. Единственным официальным местом памяти Салтыков-Щедрина остался лишь сад, названный в его честь. Ходит легенда, что в тени деревьев сада любил прогуливаться сам писатель. Находится он при сечении улиц Кирочной и Потемкинской.